слава тебе боже наш слава тебе великие дивные дела твои господи хвала тебе милосердный создатель и прославлю бога в жизни моей благодарим тебя господи за сей день из-за этого возможность нести святое слово которое оживляет души людей которая воскрешает мертвых слава тебе наш господь и бог великие и дивные дела твои господи все сотворенное тобой славит тебя а человек все испортил он не знает даже для чего члены тела его нужны руки давные для того чтобы умели творить милостыню стали воровать и все остальное человек пустил под откос аллилуйя хвала тебе наш иисус слава тебе милосердный создатель благодарим тебя христе боже наш яко насытилась и на земных твоих благ не лиши нас и небесного твоего царствия но яко посреди учеников то и пришел оси спаси мир да я им приди к нам и спаси нас аминь господь обращается каждому человеку стань спящий воскресни из мертвых и осветить тебя христос аллилуйя слава тебе боже наш слава тебе господи помилую вы хотите что-то сказать неверующие какой страх на них нападает только подошел сказать тебе боже слава тебе хвала тебе честь и поклонение слава и благодарение во веки веков аминь господи открой истину находящимся здесь в этом глубоком рве тьмы и мрака люди собрались здесь не для доброго дела откроем истину твою ибо никакой вор прелюбодея блудник царствие божие не наследует но будет брошен в озеро кипящей огнем и серою это смерть вторая где будет плащ и скрежет зубов во веки веков мы пришли сюда чтобы рассказать людям о христе о любви его чтобы люди принесли раскаяние уверовали ибо верующий в сына божий имеет жизнь вечную а не верующий не увидит жизни но гнев божий пребывает на нем аллилуйя благодарим тебя господь за этот день за свет его ибо не знаем что ожидает конце дня но мужчина все известия полученные нами с благодарностью принять и семикратно в день прославлять тебя за дивные дела твои господи сохрани наш разум слова которые мы можем прославить тебя и руки годные для милостыни аллилуйя прости нас господи и помилуй вас вопросы какие то есть ничего даже поговорить не с кем интересно как все слава тебе боже на все упарился полностью выключился слава тебе боже наш слава тебе как дивны дела твои господи здорово отец слава христу слава ты чё откуда будешь а чего бегаете то стойте на месте вы можете без друга не говорить чтоб не ругались только но без матов это город барнаул алтайский край мы свидетельствуем о боге чтобы люди веровали великие дела твои господи хвала тебе наш милосердный создатель аллилуйя найди новые души способные принять благую весть слово евангелия аллилуйя прости нас господи и помилуй прости и благослови тебе хвала слава честь и поклонение аллилуйя слава тебе христе боже наш господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного слава отцу и сына и святому духу и ныне и присно и во веки веков аминь господи помилуй господи помилуй господи благослови аллилуйя ибо нет иного бога кроме тебя столь любящего создания свое ибо так возлюбил бог мир что отдал сына своего единородного дабы всякий верующий в него не погиб но имел жизнь вечную аллилуйя иисус умер взяв на себя грехи всего мира верующий в сына божий имеет жизнь вечную а не верующий не увидит жизни но гнев божий пребывает на нем помилуй нас господи помилуй нас не хвали с завтрашним днем ибо не знаешь что он родит тебе господи прости помилуй слава тебе боже наш слава тебе хвала тебе счастье поклонения слава и благодарение во веки веков аминь дивны дела твои господи среди этого мрака и заблуждений только ты можешь провести неповрежденным человека благодарим тебя наш иисус слава тебе отец сын и святой дух аминь благодарим тебя наш господь ты дивно велик ты оставил слово твое святое евангелие дабы люди жили по нём люди которые отперлились бога они не имеют даже свежего воздуха они живут в дыму и в угаре и собрались сюда не для доброго дела для прелюбодеяния и измены сквернословия пьянство табакокурения наркомании помилуй нас господи помилуй нас как предверия ада как содом и гоморра как трудно найти даже единого человека который принял бы слово твое мир заблудился и развратился аллилуйя слава тебе боже слава тебе спаси нас христе боже наш помилуй откройся этим людям находящимся здесь по великой незреченной милости твоей прости нас господи и помилуй половина людей раздетые как будто кто ограбил их как черви подземные и поговорить не с кем и сказать слово истины некому едва едва один на сто человек откроет одно ухо послушать о жертве христовой прости нас господи прости ибо все это говорит о скором пришествии твое мир развратился пал по грязь помилуй нас боже помилуй нас и благослови владыка слава тебе милости твоя полна земля господи благодарим и славим твое всесчастное имя ты достоин всяческого прославления кроме тебя мы не знаем иного бога и не должны знать ты бог сотворивший этот мир как ищадие ада все пыхтят дымом извергает огонь как змеи горынычи сказочные хочешь узнать что такое быть безбожником неверующим приди к этой рулетке и ты увидишь господи помилуй нас горе смеющимся ныне и господь говорит вас плачете и возрыдаете ибо бедствие при пороге аллилуйя обрати людей откроем твою истину пошли добрых свидетелей твоих по всему миру к христианам язычникам и иудеям мусульманам буддистам и всем возвести об истине твоей что так возлюбил бог мир что отдал сына своего единородного дабы всякий верующий в него не погиб но имел жизнь вечную чтобы все жили в любви благодарности богу что новый день настал слава тебе ты господи взял грехи мира на себя и умер за нас хвала тебе дивные дела твои боже благодарим тебя слава тебе каждый может увидеть это через сколько времени едва ли один человек просто остановиться не уверовать а просто остановиться и глянуть вот с такой скоростью я один дома мелькают лица людей даже пару слов не с кем сказать вместо себя скрылись за стенкой здесь где-то подглядывают и боятся здесь самые трусливые люди собрались боятся друг друга как будто все алименщики со всего мира собрались половина людей голые валяются как черви подземные помилуй нас боже помилуй нас и столько дыма в них свежего воздуха сатана не дает людям он ненавидит человека дьявол потому что он не творил человека и творение божие разрушается помилуй нас помилуй нас слава тебе боже наш слава тебе хвала тебе наш господь слава аллилуйя боже будь милости ко мне грешному создав и меня господи помилуй меня бесчиславец и грешил господи прости меня грешного помилуй помилуй богородица дева радуйся обраду на морея господь с тобою благословена ты в женах и благословен плод чрева твоего якородилась и христа спаса избавителя душам нашим непобедимая божественная сила честного так же творящего креста господи не оставь нас грешных уповающих на тебя спаси господи люди твоя и благослови достояния твое победа на сопротивные дары и твое сохраняя крестом твоим жительством слава тебе боже слава тебе слава тебе слава тебе наш господь за дивную милость твою хвала тебе честь и поклонение слава и благодарение аллилуйя вы хотели что-то узнать просить да извините что перебивал вы так долго да вот вообще в целом не не говоря обо мне только чтобы не ругались а вы можете чтобы ни одного слова плохого не было извиняюсь извиняюсь но вроде как не было ну хорошо у меня просто такое знаете произвольное мы чтобы даже произвольно не было потому что все пишется и все будет в интернете стоять вам зачем это ну согласен конечно мы благодарим бога что господь позволил в этот мрак спуститься людям рассказать это содом и гоморра половина голая творят блуд открыто показывать половые органы я такого места не знал что в одном месте собралось столько блудников прелюбодеев не поверите я тоже в шоке преддверие ада какое-то как будто бы бесы демоны возятся и все дым и дым и дым дым в аду а человек это это пар это пар я не дымлю вот а вы знаете какова моя цель нахождения здесь нет не знаю если вы скажете может быть и все пьют и едят вот что интересно как будто пять дней не ели не пили притом сплошняком везде даже малые дети и те жуются я кстати не жую это невыжительно было бы вот кофе да пью согласен только проснулся а насчет цели моей здесь не поверите короче я только типа пришел сюда и пытаюсь людям хорошие эмоции дарить улыбку вот поэтому я очень странно надет заранее отвечаю на вопрос который явно у вас в голове возник вот у всех возникает как то так мы пришли сюда людям возвестить о суде божьем о христе чтобы покаялись и верили в евангелие потому что так жить нельзя так можно только отживать это токовое поколение которое за нами придет и будет руководить стороной кто же будет руководить то есть изо рта дым не выпускают блудят за время перестройки в россии убита убита детей во чреве матери 120 миллионов видишь как вот ладно пока тогда у вас значит ничего нету да один дым в голове это пар это не пар он не нужен пар это был парторг раньше он не нужен зачем он нужен это пар понимаете он легкие ваши разрушают вы играете этим вы болеете нет продуктов горения ну хорошо я вам сказал вы услышали маску это кипящая жидкость спорить спорить тот кто ничего не знает если вам пар нужен вы без пара уже дышать не можете то решите здоровому человеку зачем пар не скажите а вот вы же понимаете что вы не знаете полной ситуации я например вот курил два года и сейчас вот третий день перешел на менее вредную штуку чтобы бросить курить не вредить по крайней мере окружающим только себе поэтому подумайте прежде да вы вы теперь к этой трубке больше привязались чем к табаку сатана хитрый я не знаю а я как могу я не знать то когда я прожил жизнь в пять раз больше вашего еще да я не жил то не дома с мамкой то прошлось пройти пять тюрем за слово божие это ужас мучения какие я тоже не жил дома я начальник детского лагеря был сорок пять лет я жизнь знаю в пяти университетах вел занятия я знаю всех людей какие есть и говорю им что без бога жизни нет христос говорит евангелие от яна пятнадцатая глава без меня не можете делать ничего то есть зло можете делать и человек сам себя обманывает человеку нужен свежий воздух даже заключенных один час должны водить на прогулку не дышать паром паром дышит человек над картошкой когда простынет или в бане видишь как это я согласен то есть уже агония организма и человек а вот все хорошо а все нормально я на боли щадящий режим теперь я уже не щепир пью а только какао а все это к одному относится ну не важно главное что я теперь окружающим не наношу вред я с собой буду дальше вы обязательно наносите те которые люди малые дети смотрят будут они разбирать концентрацию там никотина мы за ответим за то что соблазнили кого-то господь говорит лучше бы мельничный жорнов на шею повесили и потопили во глубине морской в самом глубоком месте чтобы не было соблазна вы думаете что я как-то авторитетно выгляжу что кто-то с меня пример будет брать да кого я на что соблазню они посмотрят и поймут что так делать не надо а то иначе вот таким же будешь ну ладно тогда у вас евангелие то есть дома не уверен даже не нету да и вы ложитесь спать за стол садитесь даже лба не перекрестите нет какая неблагодарная человеческая натура все от бога получает и даже лба не перекрестят это хуже скотина даже скотина и так как-то ласкается хозяину вот кошку кормишь собаку она к тебе ластится а это человек а почему мой хозяин не появился я чуть не вижу ну как же ты увидишь если господь говорит купи у меня мази помажь глаза чтобы увидеть срамоту ноготы твоей а человек в прекрасных одеждах духовно раздетые люди голые и они этого не видят ну так однако обо что мне тереться вот я сознательно пришел к господу по евангелию в 23 года до 23 их лет просто верил что бог есть а работал на корабле не просто там где-то а учился в училище на штурмана и в это время уверовал встал на молитву один раз и глянул на себя когда встал с молитвы то это другой человек бог полностью переменил всю жизнь вот что бог делает то что было налево оказалось справа и наоборот видишь как надо заливать и запивать а вам сколько лет сейчас мне 18 а мне 80 это же прекрасно понятно и еще ни одной таблетки не съел и работал всю жизнь физически и норма на стройке была самое первое место держал 280 300 процентов вот как бог благословляет плотник бетонщик под печник 40 лет работал печником несмотря на то что меня и пытали пытали органы и в морозилке держали сколько а я все еще живу у меня три голубятни машин никаких никогда не было мотоциклов только велосипед вот мы с нуля строим православную деревню православную где нельзя лгать пить курить материться воровать вау ну ладно все тогда желаю вам наилучших благ и бросить эту безделушку изо рта и вам приятного дня храни господь